Друзья, всем уже даже практически доброй ночи. Студия Мэнкаст продолжает свое вещание. У нас прямо-таки супер насыщенный. Марафон сегодня у нас прям. Да, супер-марафон с действительно очень близкими результатами и по картам, и по счетам этих карт на самом деле. Дедайс Акроха по-прежнему у микрофона, и нам осталось теперь точно посмотреть. Одна, последняя карта, это 100%. Да, но непонятно, опять же, с каким количеством раундов радуют нас коллективы и камбэками сегодня, и возвращениями, и пониманием игры, да, и экшеном. В целом красивые игры. В целом вообще классно все. Прям вот нюк мне очень понравился. Я надеюсь, что Инферно будет не менее душесчипателем, а может быть еще более валидольным. Но как бы выйти с двух карт ликвидом уже в стадию плей-офф сразу и точно не дали. ЕГЭ отмахнулись от этого момента. Было это сложно на самом-то деле, но сделали это, и Инферно все будет расставлять по своим местам. Последние Инферно играли, кстати, в прошлом году, и очень легко тогда все было для ликвид. Но это было, друзья, в эпоху, когда один лан у ЕГЭ за здравие, другой за упокой. Один за здравие, другой за упокой. Все именно так. Да, именно попало это как раз-таки под концовку года, когда уже ЕГЭ были измотаны своим очень плотным турнирным графиком. Поэтому так вот серьезно мы этот результат в расчет брать не будем. Главное, что нужно иметь в виду, что ликвиды точно очень хотят именно сейчас попадать в плей-офф. Без каких бы то ни было плутаний по темному лесу нижней сетки. А вот у ЕГЭ бывают моментики, ну что, знаешь, когда в уме они держат, что еще будет шанс. Ну и на живые выиграли как раз-таки All Geniuses, и неудивительно, что они стартуют за сторону защиты. Взрывают Эллиджа, правда, абсолютно в другую сторону. Хаешки полетели, и Эллиджу урона не наносят. Это Бриз уже просел. Ну, поехали, друзья. Реально, действительно, последняя карта в этом БО-3. Все решится именно здесь. И удачи, удачи командам, друзья. Ну, а нам интересного действия. Короче, командам хлеба нам зрелище. Да, все именно так. Team Liquid уже в пятером находится под точкой B. На Банане готовится проводить свою раскидку. И там лишь был опорник Итан, который без армора, зато с диффускитами находится. Попробует около гробов принять своего оппонента. Смочки залетают, там молики, все горит, все в смоках. Итан, смотри, в угоду того, чтобы сохранить прицел в нужной позиции, даже не стал выталкивать этот смок. Не помогло ему. Да, не помогло, пропускает в плент. Тут проползание от Стюит Укея. Ну и Церк. Зажидается краски Стюи. И Стюи уже отправляется в следующий раунд. От Церка. 5-4. Но бомба кикает. Так, ну и выбивание на большинстве от ЕГЭ. Все с КТ идут, от Вестца принимают. Итан справляется Бризи так же. Ну и Элитж вместе с Нитро. Одной капитанской флешки хватило для того, чтобы распечатать этот ретейк, распечатать этот плент. Доволен тренер, довольны парни. Зато бомба была. Отличная пистолетка, да. Все отлично понимают и борются на форсированных закупках. Или там лоу-баях, что мы сейчас скорее всего и увидим. Очень жестко. Ну и там последний хэдшот красиво выдает. Ну и 2 СГ появляется. Для Team Liquid 3. Дигла, ну и коэффициенты, друзья, от наших партнеров. GGB, 2.38 на Evil Geniuses и 1.55 на команду Liquid. Ну, примерно, да. Так оно скорее всего и есть. По ожиданиям не супер святая вера. Там в Liquid не 1.2. Ну, близкие щита в любом случае на второй карте. Ну и лоу-бай, который попытаются реализовать. Две СГшки есть. Пока и с той, с другой стороны, заперто смоками. Церк. Тропицы, естественно, здесь никуда не будут. Арсенал по гранатам явно говорит, что готовая концовка точно имеется. Но опять же, заполучить... Заполучить в распоряжение хотя бы банан. Хотелось бы. Ну, проверили, по крайней мере. Бревна понимают, что... Там кто-то есть. Должен, да, кто-то прикрывать эти бревна. Ну и прикрывающего забирают. А вот теперь можно выдвигаться на охоту, на рыбалку, как хотите. И в два ствола просто пропылесосили эту домовую завесу. На базе Б больше никого не остается. Коварный план Liquid работает как нельзя хорошо. И только Тарик. Только Тарик путает карты. Там красный стюй еще остается. Было бы неплохо ему обменяться девайсами с кем-то из своих тиммейтов. Поскольку СГшка на руках. 4% ХП не сильно внушает доверие. Но, с другой стороны, можно по вонтапчикам делать. Выплыл Тарик из тумана, из дыма. Посмотрел. Никто ему конкуренции не составлял. Ну и теперь вместе с тиммейтами будет доруливать этот раунд. Близи не торопится идти на выбивание. Там китов нет. Где киты? ЕГ принимает решение сейвить и на экзит-фрагах поработать. Не дать подсейвить то, что имеется на руках уже у Liquid. Но, Лидж не согласен с этим. Сам делает убийство по Тарику. Ну и Бриз. Мы смотрим, да, за Бризом. Последний. Вон киты лежат на бревнах. Все. Но тут без разницы. Стюит должен запирать. Запирает еще и Твистца. Ну и только одну СГшку по итогу они сейвят. Там бы и УПик разменять на СГ на самом деле. Но опасаются дальше идти. Да, и все-таки импишка сохраняется. Ну, нормально. Раунд взяли. То есть лоу-бай с двумя СГшками. То, что... Доктор прописал, как говорится. Да, и то, что хотели, оно реализовано. По итогу с одной Эмкой. Которую Бриз успешно сумел подсейвить. Полетели. Полетели девайсы. Так, ну и один-один. Отвечают. И переворачиваются стартеры. Две Эмки как раз-таки. Церкви Бриз сумели их сохранить. Парочку пистолетов. И ничем не хуже, чем предыдущий бай у Тимлики. Это выглядит сейчас у ЕГ. По гранатам тоже все бодро. Имеются смоки. Ну, видишь, попробуют ответить. Попробуют ответить той же самой монетой. Правда, по другим правилам. То есть эти два девайса, они были засейвлены. Нерасчетливая там закупка. Нитрата денег. А все-таки сейв. Ну и сейчас Ликвиды будут строить себе безопасную дорожку. Банан уже занимается. Флешки в ответ никто не пикает. Хотя этого момента ожидали. Ну, пока что они выходят на менее укрепленный плент. И как раз-таки у ребят под Б не имеется... Видишь, направление не определено, пока бомба не дойдет. То есть 2-1-2 отыгрывают. Никаких провокаций нет с базы Б. Да, возможно, ожидали кого-то подловить в апартах. Но строго по своим позициям находятся ЕГ. Никуда в подпуш. Не ныряют. Ну и Тарик отсмочил ребра и сам смещается в плент. На помощь Бризи. Нав. Так, ну все. Времени 40 секунд. Раскидка на точку А. Выход. Тут проверка Банан с другой стороны. Станислав на острие и в авангарде всей этой движухи. Торопиться, конечно, никто не будет. Контрольящего спину здесь будут ожидать. И, кстати, спину никто не контролит в опасности. Спину, спину, спину. Да, не читает Лидж. Ну, не то, что не читает, пока шла раскидка. Слишком быстро этот самый Банан пришел. Поэтому приходится торопиться на точке А. Не щадит ни себя, ни своих тиммейтов на флайда. Стреляет просто в направлении библиотеки. Бомба ставится. Молик за стенку. Твист. Есть запасной смачок. Курицу сжигает. Это важно. Так, ну Team Liquid ожидает ретейка 3 в 3. Антифускитов на руках у ЕГ нет. Поэтому надо поторопиться в целом. Ну и Твист. 87 хп имеет. Стюй запирает уже. Еще один смок. Ну все, все. Продление смока это закрыто, да. Диффускиты, правда, имеются в планте. Есть, я думаю, информация об этом. Видишь, вот арсенал позиций. Видит только уже спины. Уход на сейф. Одного стрижет. Это был Стюйт ОК. Пострадал, не знаю, случайно, да. Да, заделан еще и его. Ну и Team Liquid, друзья, после проигранной пистолетки забирают 2 раунда к ряду. Но все еще шансы на взятие такого полуэкономического раунда для ЕГ имеются. Поскольку 2 кольта вновь они засейвили. Видишь, уже вторую карту подряд Liquid дают понять, что пистолетка не так важна. И команда, которая имеет планы при определенных обстоятельствах. Здесь это была поставленная бомба. И планы явно Liquid имели. И умение просто нивелировать результат этого пистолетного раунда. И показывает, что сладко точно не будет. Так же было на Нюке, но там, правда, выкрутились. Божьим чудом. Evil Geniuses. Да. Из этого момента под концовку. Вот будь, конечно, у Liquid там. Не то, чтобы даже больше понимания, а меньше, наверное, понимания и прочтения моментов. Ну, допы абсолютно точно были прочитаны все раунды от ЕГ. Красиво. Ну и нам здесь. Топориком просто я лишь нырнул там. На минду. Принес себя в жертву. Победа в этом раунде. Так, ну и у нас очередной. Раунд для ЕГ, друзья. Галил плюс СГшка на руках у Станислава и Итана имеются. Все девайсы подарочные. И в медиа они будут пушить. Смотри, Станислав уже слишком близкую позицию занимает. Нитро должен выключать буквально с первой. Но Нитро живет. Еще и урон по цирку наносят. Станислав забирает одного, но и Лидж. Но все равно. Есть на размене. Все равно один фраг у Станислава есть. Как бы там ни старались. Каналка вылезала. Флешка была. И вдвоем пикали. Но один фраг. Но, правда, в этой ситуации маловато будет. Конечно, по-хорошему Станислав рассчитывал здесь минимум на два. Да еще и потом на помощь тиммейта и раскрутку всей этой комбинации. Но не случилось. В четыром. Посмотри, как угадывают ЕГ. Стакаются втроем под точкой Б. Не факт, опять же, что за минуту до конца будут заходить. Тут еще дважды подумают. Никого не оставляют на меду. Да, раскидку делают. Заходят, скорее всего, Ликвид. Ну, сейчас посмотрим. Да, пошли. Пошли. Твист не ошибается против Тарика. Зато Итан находит свой рождение по итогу. Отчаянное сопротивление Светелина Дмитрова из-за дымовой завесы с его Юспика. Вроде и бороться-то нечем. Но бомба ставится без его участия. Красный нитро, который мог бы пострадать от Церка. Но Церк отдается по итогу. И Брис с 5-7 за цветочком прячется. Имба просто. Бризи с Завазоном. Я не помню, в каком-то матче уже на этом турнире два с Юспика кто-то собрал. Вчера это, по-моему, кстати, даже было. Может, может. Ну, неважно, неважно. Здесь никто не пойдет. Просто оставят голодать бедолагу Бриза. И никто ему девайс в цепке его руки не принесет. Поэтому, если хочешь девайс, то добудь его себе сам. Иди и борись за него. Ну и 3-1, друзья, для Team Liquid. Сейчас мы понаблюдаем за первым девайсным раундом у обоих коллективов. Закупятся на все деньги. Для Церка должен появляться авик. Хотя нет. Играет без него. Кольт приобретает. И там также не сможет уже снайперский девайс закупить. И в 4 рифлера будут отыгрывать Old Geniuses. Ну и Team Liquid имеют также полноценную закупку. В виде трех СГ-шек и двух калашей. Пока вот Liquid показывают, что за исключением пистолетки они готовы выкручиваться из любой ситуации. Абсолютно. Уже и аркады были. Ну, здесь встроенный банан у нас. Хороший молик. Прогоняют Кейта Марковича. Да, не оставили ему там шанса похолдить. Да, пространство не оставили. Просто вот рабочего. Флешка на Церка залетает. Быстрые ребра. Быстрые ноги на быстрые ребра. Церк фрак еще умудряется делать. Бризе ему хелпует. И Лидж забирает по итогу Бриза. Но Стюй справляется еще с Таниславом. Последний опорник Апланта это Церк. Твист пикал и сам себе не поверил. Нет, Роспина убивает. И есть теперь информация, что под Б, наверное, пустовато будет. Но, с другой стороны, также и под А. Играет в соло Церк. Так, ну Тарик сориентировался уже вроде как в позиции. Правда, молик ему... Ага, за молик заступаем. Дамаженного первого. Второй на кафеле. По идее, легкая жертва. Еще и третьего заметил. Хаешка. Ну, до этого момента, видишь, Церк настригает. Не самая простая ситуация для Эллиджа. Но, с другой стороны, там два красных. Ну, Эллидж такой момент не раз и не два. Подсадка будет сейчас на клумбу. И Эллидж должен погибать будет в этой ситуации. Хотя бомбу фейканул. Фейканул и Церк, он не чекает. И как же красиво отыграл Тарик по итогу. Пробрался впереди молика. Занял позицию гробов. И просто не простил. Ликвидов. Боялся очень, Эллидж, что вот Тарик остался в руинах. Будет его пикать. И молик туда постелил. И чекал все равно. Ну, мог бы взять бомбу. Несмотря на то, что была инфа, что дамажный. Ну, мог бы, да, поставить ее на гробы. По крайней мере, подсадка его бы точно не увидела. Может быть, нижний вышел бы через смоки и пикнул. Но тут уже, опять же, 50 на 50. Ну, там смачок еще лежал. Он мог и вовсе под аплент развернуться. О, ну, это прям сложно уже было. Ну, докручивал до конца этот момент. Окей, второй раунд отдали. Точнее, второй раунд взяли. И по экономике, посмотри, у них не все так сладко. Нитро вместе с Вистцом будут на пистолетах отыгрывать. И в целом по раскидке... Ну, по раскидке нормально. Не так, как по девайсам. По раскидке можно делать даже две волны захода. Фейк плюс. Раскидка планта. С Тюи. Молик пробрасывает, отгоняет снычки как раз-таки возможного игрока обороны. Ну, и Твитц в апартах дожидается какой-то агрессии. Пока, видишь, не наклевывается, за что могут зацепиться ликвиды. С другой стороны, конечно, тут и сами ЕГЭ на банане пытались и законтролировать его за счет Молика, и за счет подсадки. В общем, за счет адекватной раскидки и первого выбивающего минуса. Но пока вот мы видим, что ни те, ни другие. Обменялись только любезностями, но даже не фрагами. Так, пошла у нас, кстати, перетяжка. Вчетвером уже по точке А сейчас будут ЕГЭ. Сплит Б, возможно, нам продемонстрируют. Правда, Ешка какая неприятная по нитру залетает. Закрыто, закрыто. Станислав еще из Тюи, как раз-таки Люркера. Это Бакинтон запирает. Ну и теперь, наверное, не остается особых шансов у Тимликвита, кроме как захода под точку А. Трех опорников на АВ. Так, что есть? Какие гранаты? Чисто до контакта. Вот встретят ли игры в ЯР, точнее, прочекают ли его, вопрос остается насущным. И обратите внимание, позиция номера 2. Он в балконе. Ну, к нему, да, приходит уже третьим номером. Это Тарик. Тарик. Вместе с Зерком. Легко расправляются вдвоем на четверых игроков в атаке. Ну, 3-3. По итогу Ликвид будут выходить на экономический раунд и пропускать своего оппонента уже вперед. По счету. Ну, загоняли откровенно. Вот Ликвидов в этом раунде был у них и план и под Б, и под А. Но все случилось не так, как, наверное, они этого хотели. То есть тоже такой, по факту, лоу-байбл. Но с гранатами. Здесь дуэт. Бризи. Дуэт все сделал четко. Пистолет на руках. Ну, от этого раунда многого ждать, наверное, не следует. Тут по большей части такое. Тут фул эко. Даже по 250 себе не приобретают. Эко пообщаться, эко подышать, эко отдохнуть. И, опа, недолет. Выдохнуть даже, я бы сказал. Да. Все пока нормально. Счет 3-3 у тех и у других. Одни вернулись. Другие тут были уже на счете. Три. И там. Больности себе, скорее всего, позволять ЕГЭ никаких не будут. Четко встречами. Да, по одному, по второму вместе. Один дамаг, второй фраги. Подсаппортил. Так подсаппортил. Просто фармраунд на КД для ЕГЭ. Особого труда, конечно, против Глоков выиграть не составляет. Ну и 4-3, друзья, приобретать себе будут девайсы, Team Liquid. Так, ну видишь, у нас у ЕГЭ уже все в игру включились. Счет более неравный. Да, даже у Бризи 6-1-3. Хотя самый маленький ADR у него. Ну, ADR неважно. Тут вот главный момент, что не очень пока получается. У теста красавчик зажигал на предыдущей карте. Пусть там до логического завершения ее не довели. Да, до победного. Но все было хорошо. Главное, чтобы на третью никто не выключился. И все было ровно. Ну, а если кто-то выключился, то кто-то за него включился. И сможет еще в любой момент выдать шальной квадрокилл. И просто перевернуть раунд в свою пользу. По итогам раунда. Ну и Team Liquid вновь хотят попробовать на вкус точку B. Контроль банана. С чего начинают повторно. Молик под стенку, молик под цемент. Проверили ближние позиции. Никого нет. Никто и не собирался особо бороться. Третий потихонечку подползает на базу B. Это мистер Тарик. Церк. Сейчас заметит ноги. Совсем чуть-чуть тут времени ему нужно. Тут укрепление от ЕГ втроем уже. Они под B находятся. И, наверное, будет правильно Team Liquid развернуться. Ого. И сменить свои вектор атаки. Вот это бомбардировка. И смочок, и молик, и флешку. И вдвоем пикали. И в пустоту все. Очень многого ожидали, на самом деле, от этого контр-мува. Но по итогу гранаты потрачены. И даже я бы не сказал, что в пустую. Гранаты потрачены не в пустую. Потому что таймер идет. И невмолимо движется время атаки к ее окончанию. Ну, по крайней мере, с банана отогнали. Там можно оставлять уже двоих. Не заботятся об этом. В ближайшее время туда точно никто не придет. Ну, и Тарик с арки на ребра будет посматривать. Стянулся он уже с бэк-планта к своим тиммейтам по да. Ну, и полная волна раскидок. Team Liquid уже проходит. Саппартов выключает Стьюи Бриза. Но Церк есть размен. 23 секунды на таймере. Надо Team Liquid поторопиться. Ну, как всегда. У Ликвида в красный таймер. Заход в точку. Здесь дуэт жив. Церк плюс Тарик. Которые до этого момента не позволяли, не пропускали заходить. Но равноценные размены дают поставить бомбу за 10 секунд до окончания этого раунда. Пик на момент постановки бомбы в опасности. Элитш. И просто два синхронных фрага. Жестко. После диффуза пятый для EG. Молодцы. EG включаются после столь обидного оверпасса для них. Забрали по итогу себе нюк. И, как мы видим, на Инферно весьма уверенно себя ведут. Ну, и пауза тактическая для Liquid. Мне казалось, что вот Liquid'ом прям будет попроще на Инферно. Ну, в плане не в принципе, а вот просто как на третьей карте и как против EG. Пауза явно подсказывает, что проблемы ощутимы. Да, при том, что у Liquid'а атака на Инферно всегда была довольно-таки неплохой. Ну, в любом случае, это только начало. Половину раунда, первой половины мы посмотрели. И все еще может поменяться далеко в обратную сторону для этих команд. Далеко идущие планы здесь, конечно. Кстати, интересно, вот пауза есть, а что-то я не увидел особой активности. Не от Дрена, не от капитана коллектива. Ну, окей, окей. Ну, до 2000 закупаются. Team Liquid'а решают не форсировать на все деньги по закупу. Ну, и с таким баймом можно выигрывать. На самом деле, Церк, Ранбустом хотели его проверять, но там зафейлили. Там вообще пуш банана, тут Церк прожимал на полтора. Максимальная агрессия от Лаггениев. Ну, ушли от этого момента. Liquid'ы по второму миду. Все, аккуратненько. Брис подплывает на псы. Ну, тут дуэль не по шансам, опять же. И с Мака еще есть ЦЗшка, и Брис бы в любом случае ее выигрывал. Ну, Итан, entry frag с авика делает. Solo-опорник бы планта. Не постеснялся столь агрессивно отыграть. Я думаю, в целом на прочек там становился. Но поскольку стюит окей сам открывается, почему бы фраг себе и не забрать? Говорит Итан. Ну и 5-3. Девайс основной потеряли, Liquid'ы. Но шанс его забрать все еще нет. Слушай, у меня складывается такое ощущение, что мы подобие нюка увидим в плане односторонности этой карты. За защиту прям будут крошить? Ну, что-то... Не знаю, то ли подустали, но дефолтная максимальная карта, но у Liquid'ов прям видно, что очень туго идет в идейном плане. То есть очередная точно такая же раскидка на точку А, очередная попытка теперь уже с пистолетами и с Мак-10 сюда зайти, и с Галилом в четвером, правда, из меньшинства сделать это будет максимально сложно. Тем более, что здесь трое. Все, упорная позиция от номера 4. Церк, Плентес, ВП. Готов, тиммейты на саппорте. Тарик с СГшкой жив. Нитро даблкил делает. Церка не спасают. Ого. А выглядело это как все? Приплыли. Приплыли у нас ЕГ. Ну и, друзья, Нитро очередной раз с Чешкой, как он это делал зачастую на нюке. Ну, видимо, видишь... Чудесным образом у Ликвид рождается победный раунд. Хотя крепостью эта закупка вообще не отличалась. Четвертый будет для лошадок. По деньгам. У ЕГ сейв Авика обязателен, поскольку денег у Уитана-то не особо что бы есть. 650 долларов. Парочку граната купит. Возможно, диффуз-киты. Так, мы 5-4. Ликвиды берут не самый очевидный раунд для себя. Точнее, даже, знаешь, больше удивительно, как его вообще ЕГ умудрились. Вот в момент мне с Церком его загоняли с двух позиций. Просто наскочили. Нитро ХЕшка его забрал по итогу. Тиммейт, да, даже не успел сориентироваться. Да и сам Церк отъехал за секунду. То есть, всего чего угодно ждали, но не такого. Ну, вот и Авик, и пистолеты в упор. Классическая ситуация. Так, ЕГ. Вновь агрессия под банан. Но не столь агрессивно, как они делали это в предыдущих раундах. И там напрочек буквально стоит. И прострелом пол-ХП отнимает Элиджу. Через стенку. Элидж ХЕ в ответ накидывает, но там уже дамага особо не нанесет. Ставка ол-ин на точке А. Очень много претензий у Ликвидов, да, на этот плент было. Ну, это ол-ин. Потому что здесь снайперская винтовка из двух рук четверых игроков ты не выключишь. Если прямо сейчас Ликвида решатся, под эту раскидку заходить, то у Итана проблемы. Перетяжка пошла. Номер два. Это Тарик срывается с места. Итан выталкивает смачок, находит себе лазейку, по крайней мере, прохода за троечку. Я думаю, что бомба уже будет ставиться без его контроля. Но все пришли, видишь. До момента установки бомбы все готовы. То есть выбивание может получиться на раз-два. Причем медлит, медлит Тим Ликвид. Пять в пять. Бомбы нет. Все на базе Б. Банан контролится. Бомба только теперь ставится и ретейк односторонний. Все с КТ. Все с КТ. Никто через Банан на самом деле не передвигается. Ну и Нафу поменьше работенки здесь будет. Станислав. Молик за Б1 будет закидывать. Попробует прогнать Нитро. Есть два фрага от Ликвид. И Тарик запирает Нитро в ответ. Стюй отрабатывает еще и по нему. Ну и Нафу расстреливает вон. О, Кейт Маркович. Ну и Твист, друзья, выравнивает счет. На этом Инферно. Пять в пять. И по экономике теперь беда. Я не знаю. Гоп-стоп. Мы подошли из-за угла. Сейчас только что было в исполнении на флайш. Жестко, жестко. Не стали отстаиваться как-то скромно. Там где-то по углам затаившись. Да, просто взяли все в свои руки. И инициатива не наказала инициатора. Все было очень жестко. Ну и вот первый момент врыва. Стюй там все разобрано. На кафеле есть имейт. Если что, прикрыл бы. И вот через дерево изначально. И тут уже Твист подъехал. Прям шикарный такой хедшот вставят. Ну и пять Юспов, друзья. Пять Камариков. Будут пытаться под одну флешку отыграть с Банана. Где как раз их будет встречать Элитж вместе со Стюй. Так. Одного забрали. Она вот с Юис с Нафом уже справляются по итогу. Хотя Итан два шальных. Так, но главное не допустить до Девайса. С другой стороны Юспов насколько жестко надстреливает по Твисту. Ну, Бобер, вдыхай раунд. Фух. Очень близко было. Казалось бы, только Юспы, а три Девайса уже теряют. Тим Ликвид. Но с другой стороны здесь грамотная агрессия была. Это Вилл Джениусс. И счет пять-шесть у нас на табло. Вновь вперед вырываются. Несмотря на то, что инициативу в один момент они отдали своему оппоненту, тут же все возвращается на круги своя. Жесть какая-то. Итан прострелом через Древяху. Жесткий, жесткий Итан. Значит, первым в голову попал. Так, ну у нас очередная тактическая пауза. Видим мы, что в работе. Петр Яргуш. Станислав, конечно же. Да, этнический поляк. На родной земле своих родителей. Ну, как сам рассказал, он родился, конечно, не в Польше. Родился уже в Америке. Ну, польский язык с детства знает. Родители разговаривали. Поэтому свободно на нем общается. Если вот дойдут до арены. Своя поддержка у него должна быть. Да, я думаю, ему будет что сказать арене. И завоевать сердца множества фанатов. А на сподек арене действительно множество фанатов польского Counter-Strike соберется в первую очередь. Ну, и уже во вторую очередь люди, наверное, не из Польши, приезжие. Ну, хотя разнообразная абсолютно публика. Это действительно праздник Counter-Strike. Не только. Ну, и главное теперь дойти до того самого плей-оффа, чтобы была возможность что сказать. Поскольку Liquid не готовы пропускать своего оппонента. Ну, пока первыми, знаешь. Извините, проходите. Здесь, да, никто делать не собирается. Стадия ответственных раундов. Первая половина у нас начинается. Остается тут всего ничего. И сейчас будут пилить пирог. Кому больше достанется. Неожиданная стычка на... В один момент уже 5 в 2 была ситуация. Станислав сумел, конечно, разменной типу Эльджу. Ну, и так, и так устроит команду Team Liquid. И так сойдет Team Liquid. Причем, обратите внимание, по одному играют. Тарик на А, тиммейт его на Б. Станислав и так просевший. Тарика выключают. После фрага, конечно, но... Да, ну и после боя уже руками нечего махать Станиславу. Подбирает СГшку и просто пойдет на сейв. Явно выбиванием здесь и не пахнет. Особенно при таком количестве здоровья и при его-то экономике. Друзья, это 5-7. Team Liquid все дальше выходит в отрыв. Ну, и настолько ли хороша у нее будет защита, как это было на картинюк. Слушай, ну, я думаю, по идее все должно быть ровно во второй половине, вот как мы видим и в первой. То есть, EG Liquid явно показали, что они настроены здесь выигрывать, да, и борются отчаянно. То есть, нет каких-то спустя рукаватом раундов. Но и EG, с другой стороны, опровергая мои слова, намекают, что тоже, в общем, пропускать первыми финальную часть этого турнира своих заклятых просто друзей старшего брата и любимых соперников. Ну, не знаю, я думаю, что в EG с тобой бы не согласились. Про старшего брата? Да, ну, понятно, что был период у Liquid отличный, да, Grand Slam, все дела, весна-лето, но... Но я в целом про коллективы Liquid как про тег на Counter-Strike сцене. Все-таки All Genius у нас новички, которые пришли с Lola. Не, ну, это организация. Игроки-то тут уже давно плавают, как бы все друг друга там прекрасно знают. Еще и до Energy. Если даже вспомнить, что Станислав у истоков оптик стоял, которые когда-то и Astralis в одном финале обыгрывали, а потом еще в одном финале им проигрывали. Хаешка неплохая. По Итану и по Станиславу залетает. Но здесь бустик делает Станислав. И Ильич под флешку от ТАФа разбирается с двумя игроками. Ну и Best Sight вскрыт по итогу Ильич на КТ. Ненавязчиво так вот. Кажется, как будто просто... Ну, опять же, так оно и есть. Тут пистолеты. И показать то, что с дефолтами пистолетами показывали, с мыслью, да, здесь уже не удается. ЕГЭ. Есть армор, есть смачок, даже два смачка. Ну и нет времени даже как-то подключиться к этому замесу на базе B. Далековато находится от эпицентра событий, поэтому даже никто никуда не пойдет. Ну и первая половина, друзья, уже уходит команде Liquid. С того самого раунда, когда они потащили на пистолетах, при счете 5-3 они не отдают теперь ни раунда своему оппоненту и берут сколько уже? Пять раундов к ряду получается. Получается, да, все верно. 5-3, 5-8, хотя абсолютно другой счет мог бы быть. Я вот вижу вопрос в чате, кубок сегодня, гайз, будут выносить. Каждый день вот мы приходим на трансляцию, каждый день кто-то приходит, это спрашивает. Зевс, устал уже кубок носить. А где Маркелов? А Маркелов не в Na'Vi? Вот из-за таких уже вопросов. А кубок уже выносили, друзья. Нет, в стадии плей-офф все дело будет. На сцену как раз-таки будет выходить Данил Зевс-Тисленко и вынесет кубок. И Телэл Стримастер. Сегодня точно нет. Приходи завтра, спроси завтра. Может быть тебе повезется. Задай завтра тот же вопрос, да? И так каждый день. Маркелов не в Na'Vi. Так, 5-8, друзья. Два раунда у нас остается до окончания первой половины. И Team Liquid заряжены. Только на борьбу, так же, как и их оппоненты. Стюи. Так, ну сделать вжух с бананом не получилось, потому что внутренние пистолеты и претензии на дугу все-таки у ЕГЭ имеются. Дмитро, как же он выключает церковь, прочитал полностью эту подсадку и Na'Vi попадает еще и по Тарику. Пошел добивать Кейт на ключи просто Кейт, но тиммейт подстраховал. Ну нет, нормально, он все делал правильно. Ну Брис наказал за это, знать жадность. Вот если бы получилось, тогда нормально. А так не пошло. Ну ты злой, наругал просто на флая. Очевидно же, что он там не один, на самом деле, отыгрывал. Ну понятно, тиммейт там растерялся, завтыкал, а тут лоу ХП и ты приносишь команде хороший плюс. Ну а так видишь, 2 в 3 уже, точнее 2 в 4, прошу прощения, не заметил я. 2 в 3, все верно, все верно, говоришь. 2 в 3 и ХП Тарика 2 в 2,5, скажем так. Правда, эта половина может еще 2 фрага ключевых и сделать по итогу, поскольку АВП у него на руках. Бомба в плент занесена, нитро без особых проблем ее ставит. И есть еще молик, который можно прокинуть под банан. Брис цепляет, тупичок, ну и твист 1. Ой, ловит еще и прострелом здесь, ну и по итогу дышивает. Вот как и сам дышивает до этого. Шестой, после этого диффуза для злых гениев. 6-8, да. Счет на табло, ну и либо 8-7, либо 6-9. Видим, друзья, по окончанию первой половины. Ну и то, и то будет удобоваримо и для тех, и для других, и для нас в том числе. Да, этот счет никому из этих команд ни о чем не говорит. Да и примерно даже не даст понять, что мы увидим во второй половине. Как она начнется, как она закончится. И как бы мы, знаешь, говорили о том, что скорее всего будет близко до конца атака. Но по идее и должно быть. Я думаю, вряд ли кого-то силы на единственном БО-3 за день покинут на третьей карте во второй половине. Только начало турнира, грубо говоря. Поэтому должны быть в полной боевой готовности. Там просто, знаешь, ну ладно, тут у нас уже активные действия. Нитро через второй мид скрывает голову приза. Ну и Элиджа на деревях поджигает. Ну здесь Стюи, будучи слепым, неплохо настреливает по своему оппоненту. Хаешка еще залетает. Стюи минус Танислав и просто по пятам дает у нас Итана. 56 хп у него. Все, остудить пыл. Минута 20 до кончания этого раунда. Все на руках у Team Liquid. Все хорошо. Флешка от Церка. И это было его последним действием на базе B. Спасается. Ну, в общем, даже не спасается. Просто пытается то ли угадать. Ну, в общем, помочь опорнику точки. Оставшемуся там Тарику. Но с направлением, как мы видим, пока не угадано. Итан в соло будет оборонять точку B. Раскидка от Team Liquid уже готовится. И в пятером просто на одного бедного Итана будут вылетать. Ну, Итан, твой звездный час, возможно. Итан пока что ослеплен. И без проблем с Кюева забирает. Звездный час закончился. И больше ничего, да, он и не увидит. Никакого часа не будет. Даже никакой тут секунды. Три секунды блайнда. Это единственное, что прочувствовал на себе. Твист сколько народу заберет. Спрей по первому. Минус ножки у второго. А тут ковбой на церке. Просто серьезный Сэм включается. Иди сюда. Но нет. Твист справляется. Да, друзья. 9-6. Очень уверенная половина. А Team Liquid. Опять-таки, это только первая половина. То, что мы видели, например, на Нюке. Все думали, что там уже изи для Liquid. 10-5. До свидания. 1-4 даже было, по-моему. 1-4, да? Да. Было. И все говорили, изи для Liquid. Но по итогу ничего не изи оказалось. И на допах Evil Genius'ы сумели одержать победу. Возможно, здесь будет подобная ситуация. Ну, по накалу видно, вот знаешь, что очень близкая игра. То есть, знакомых соперников, там, если посмотреть личные встречи, то можно увидеть, что аж с незапамятных времен встречаются друг с другом. Там с 2018 года из тега еще Energy растет это противостояние. Тоже на Катовице начали. Ну, то есть, не понаслышке друг друга знают. Оба коллектива с одного региона, это во-первых. Во-вторых, они оба топовых. То есть, встречаются примерно на одинаковых турнирах. И неудивительно, что эти встречи так часто происходят. Ну, да, да. Ну, то есть, знаешь, раньше, возможно, встречались даже почаще. Поскольку, ну, как бы Energy не имели такого количества инвайтов. Да и Liquid приходилось отыгрывать там в онлайне. Те же самые, ну, ECS там происходили. ESL тоже раньше был в онлайне. Да, то есть, ну, были. Сейчас поменьше этого стало, поэтому как-то на лане, знаешь, когда посев высокий, ну, пореже уже встречаются. Вот либо в таких типа матчах, когда верхняя сетка, там, полуфиналы, финалы, либо уже в плей-оффе. Раньше прям очень плотно боролись, прям очень много было практики. Но, тем не менее, как бы знакомость никуда не ушла. И, действительно, каждую родинку на теле игры соперника на любой карте соперника не знают. Поэтому и от этого, да, встречи получаются такими максимально близкими, что нас, друзья, не может не радовать. Ну, и вот осталось нам определить, кто же все-таки из этой парочки попадет точно в плей-офф и будет играть в верхней сетке своей группы. Ну, точнее, в финале верхней сетки своей группы. Да, друзья, ну, немножко статистики. 24 раза побеждали Team Liquid, 19 раз Evil Geniuses и 4 раза были овертаймы. У них в матчах, поэтому, возможно, еще одни мы можем посмотреть. Хотя одни уже на них юлили. Знаешь, вообще сейчас цифры вообще никак уже даже не роляют перед этой последней половиной. То есть, ну, здесь, если бы это был отдых между овертаймами, тогда бы вообще ничего не решало. Ну, тут еще сейчас собираться будут силами. За атаку нужно вторую сторону проводить ЕГЭ. Поэтому последнее включение тренера в этом моментике, и мы увидим старт второго пистолетного раунда. Хотя вот действительно все могло закончиться на карте Нюк, но божьим чудом действительно спасаются. Я не знаю, кто заколил церку, встать в вентиляцию. Это было шикарное решение. Принял в упор просто Савика, потом пропустил второго, сделал шаг назад и нооскоп еще вешает. Долго-долго Liquid'ом этот момент будет сниться. Ну, а я думаю, ну, это все такое. Знаешь, рассуждение долго будет сниться. На самом деле посмеются над этим. А пистолетка на Авербасе, 2 в 5. Тоже много. Тоже, тоже, да. Решала по итогу. Ну и, друзья, ожидаемую вторую пистолетку. Можете пока что подписаться на наши соцсети. В твиттере нижнее подчеркивание The Dice, либо Акроха. Акрошка ТВ. Акрошка ТВ, конечно же. И подписывайтесь на наши инстаграмы The Dice. Так же. Тоже Акрошка ТВ. Да. Ну, в ожидании мы, друзья, вторая половина. У нас, кстати, проигравший этой пары попадает на Стоворов. Да, если я ничего не думаю. Да, все верно. Кто проиграет, упадет на австралийцев. Ой, ну завтра интересная игра, если она завтра, если я все правильно понимаю, будет. То есть Мау Спорт же у нас с победителем этой пары играет. О, Мау Спорт, господи, G2, G2. G2 с победителем. Сейчас проверим. Да, G2 с победителем. А Стоворов с проигравшим. Причем очень нелегкий завтра день будет для того, кто проиграет, поскольку именно первый матч дня будут открывать кто-то из этого коллектива. То есть, да, последняя игра сегодняшнего настолько напряженная. Будет первая завтра. То есть команды могут элементарно не выспаться. Не, ну выспаться, скорее всего, выспаться. Ну вот тренеру я точно и аналитикам не завидую. Их ожидает бессонная ночь. Ладно, поехали, друзья. Удачи командам. Коэффициенты от партнера трансляции. Букмекер GGBet дает цифры 1.22 на Liquid и 4.08 на Evil Geniuses. И у нас замес на ребрах, из которого пока что выходят молодцами Team Liquid и холостами EG. В спину уже Элидж сквозь маке пробирается. И Дитру Твист также делает по убийству. Последний Станислав. Нафа, конечно, он похоронил. Но в целом у него осталось 33 хитпоинта и 4 живых оппонента. Элидж. Радуется, радуется. А почему нет? Это же какая? Чуть ли там не первая взятая пистолетка. Ну, на оверпассе еще брали. Ну, на оверпассе брали, но давно не брали. Но у них точно две проиграли. И приходилось выпутываться за счет вот этих вот хитрых лоубаев там или форсов. Это все получалось, конечно. Но здесь этот счет был 9-6. Сейчас 10-6. Сейчас вообще посмотрим, как будут к этому моменту EG. Ну, пока что ситуация очень похожа с тем, что было на оверпассе. Напоминаю, там тоже была половина 9-6. Пистолетку забирают Liquid и дальше хоронят без особых шансов своего оппонента. Я к этому и вел, что проблемки у EG прям очень серьезные. Да, 5 глаков у них. Не хотят форсировать события. Понимают, что... Ну, хаешки были, но хаешек уже и след простыл в этом раунде. И никуда они по факту оказались проброшенными. Роли в этом раунде уже точно не сыграют. Ну, и такой вот раунд. Выход на троих опорников. Прости, прощай, отпусти и забудь. Все именно так. Ну, и Nitro с EG должны фармить по плюс 600. Причем абсолютно легко. EG забирает уже на бок. Приветственный молик. И здесь просто молик Nitro по таймингу кладет. И Станислав последний остается. И с которым Nitro также без особых проблем, друзья, справляется. 6.11. Сейчас первый девайсный раунд для EG. Предрешит, скажем так, их судьбу на этой карте. Потому что в случае проигрыша... А может быть, эти парни... Мы их просто недооцениваем. И они реально покажут. Ну, если берут камбэк. Действительно. Я имею в виду, даже если не берут. Если нет, 6.13. Ну, сложновато будет. Сложновато. Это точно, но может быть. 4 формилки у Liquid остается по итогу. Сами приобретают себе эти девайсы сейчас, я так понимаю. Хотя никто не помирал. Смотри, молик на старт. Прожим банана с другой стороны. Пытаются заберечь атаку на короткой дистанции. И использовать эти МПшечки по назначению. Так, ну банан прикрывают за счет одного пропущенного туда Стюит. Окей, проводили его. И, по идее, Стюит там и будет до конца куковать. И тебя тут не пушат, так что ты просто стой, холди. И, в принципе, все будет у тебя замечательно. Было бы неплохо ему более близкую позицию занять тогда. Но тогда более высокая вероятность, что его заберут. Вероятность того, что уйти ему точно оттуда не дадут. Поэтому здесь так чисто на чек. Флешка замечает голову. Флешка в лицо. Есть молик. 8 секунд отрежет от этого захода, если не поторопится его потушить. Ну, кстати, тушить тут... А, нет, 3 смока. Все нормально. Я просто увидел изначально один. Ого, ну вот уже и на флайк. Гоняют, гоняют откровенно команду ЕГЭ по карте, как мяч по футбольному полю. Сейчас Team Liquid своих соперников. Да, твист. Антрифраг уже находит по бризу. И большинство для Team Liquid приобретает. Для своей команды. Ну и 2 плюс 2. Рассинхронились. Evil Geniuses. 2 в миде, 2 под бананом. Фейк, судя по всему, Б-планета, поскольку бомба даже не собирается. Перетягивается. И ребята, которые находятся на защите А-планета, сейчас будут удивлены, скажем так, их появлением. Молик! Вовремя! Через него надо заходить! Эх, не успеваю. Смотри, сколько здоровья. 6 и 6. 12. Да, все верно, если складывать. Или 36, если умножать. Или 0. А если делить? 1. Молодец. Все так. Садись, 5. Смотрим за ретейком. Вот сейчас как отнесутся к позиции Тарика. Здесь у меня вопрос, потому что она настолько глубока. Далека от совершенства, как казалось. Лоу хэповый, ну, по крайней мере, насторожил. Подбивает хп. Все, он оффлайне полезет. Ого! Ну, сейвит хотя бы свой девайс. Плюс, там экономика имеется, поскольку на фармилках сумели экономику себе укрепить. И 7.11, друзья, Evil Geniuses еще будут бороться. О чем мы и говорили, что проиграя этот раунд, далее будет сложнее. Но Evil Geniuses не собираются проигрывать. Let's go! Слышал я. Ну, все нормально, видишь? То есть мы чуть-чуть недооценивали. Было близко для Liquid. А тут все раунды близко. Тут все раунды очень близки друг к другу у этих соперников. Как и соперники. Да, близки друг к другу. Ну, не зря коэффициенты более-менее близкие показывали. Так, ну, 11.7. Приобретают себе три кольта. Фармилка вновь для NAF. Ну, зато есть по раскидке все более-менее Team Liquid. Ну, классическая схема на банане от Liquid. Ну, а Молика улетела. Опять же, оставляют того единственного Стюит Укея. Сами прорываются ЕГ уже по лонгу. Причем таранит. Обратите внимание, на каком тайминге. Минут 30 до кончания этого раунда. Тарик немного расстрелял. Твертуху вывешивает. Десанта не будет на свиста. Свист, свист, свист. Двоих он просто раскрутил как мог. Максимально красиво он отыграл. Ну, и нитро хаешку прокидывает. И ты уже Стюит Укея в спину. По затылку настреливает Церку. 7-12, друзья, незамедлительно Team Liquid решают забрать раунд вновь в свою копилку. Ну, и деньги. Вопрос денег сейчас для Evil Geniuses. Поскольку там лишь у троих игроков имеются на Device плюс Armor. И остальные будут с пистолетами отыгрывать, что неудивительно. Развеселили там Эллиджа. Сколько он фраков там сделал? Я думаю, вряд ли этот момент его развеселил. Сейчас видит история. Ну, вот, твист, вот второй фраг. Очень шикарно сделал. Одно убийство было Эллиджа в предыдущем раунде. Но да не суть. 6-41, друзья, дает GG Bet на победу Evil Geniuses в данном матче. И 1-1 на Team Liquid. Также не забывайте срегистрироваться по промокоду, либо по баннеру под стримом. И плюс 125% к депозиту вы получите. Так, таранный маневр от команды Team Liquid на банане. Но вот, наконец-таки, они ощутили силу противостояния своих соперников. Ну, по факту, разменялись равноценно. Но всегда это с проблемами для защиты. Эллиджу приходится действовать чуточку активнее. Это чуйка, которая его не подводит. Он уже идет по пятам просто трем жертвам. Трис готов включаться. Перекрестка на базе B выстроена. Проблемы у команды ЕГЭ. Эллидж уже с затылок. Церкос умел забрать. Не зря по нужным таймингам он спрыгнул. Ну, знаешь, B так B. Заходим. Окей. В спине тиммейта потеряли. Да, по правилам игры сейчас самих Liquid заходят на базу. Но здесь кто диктует правила, тот, в принципе, заказывает музыку и затем танцует. Да, друзья. Вот вам и 13-й. Для жидких. И остается буквально 3 раунда. Для них. Причем один из них будет экономический для ЕГЭ. Конкретно этот раунд. 21-й. Ну, закупаться в этом раунде уже будет с соглашением с тем, что вы проиграли, наверное, данное Best of 3. А вот со счета 7-14 еще можно будет. Ну, точка невозврата еще не пройдена. Все нормально. Еще есть у них запас. Вот 14-й будет такой точкой. И с нее уже, конечно, закупка за закупкой. Пока хватит сил или раундов в этой половине. И Эллидж с двумя справляется, но ударит по итогу Девайс плюс фраг Бризи. Твист. Они собираются, Ликвид, даже ган своего тиммейта отдавать. А зачем? Вдвоем мид занимает. И, ребят, вы тут не заберете ни Эмку, ни что-либо там ни было у Эллиджа. Ну, и Твист очередные два фрага делает под концовку данного раунда, друзья. 7-14. Как и ожидалось, и пауза залетает для атаки для Элджиниусс. И будут обсуждать, что же им делать дальше. Ну, возможно, последний шанс на самом деле. Тут уже вернуться с адекватной закупкой. Немножечко, конечно, подрастроились ЕГЭ. То есть, вроде бы, свежий старт. Девайсы пошли, заулыбались. Все получается. Такие уже взбудораженные Ликвид чувствуют кровь победы. Эту жажду. Ну, и вновь слегка подрастроились ЕГЭ. Там смешки такие в чат залетают. Точнее, не в чат, а в войс. Скорее всего, веселятся уже. Видимо, там, я не знаю, какой-то веселый анекдот-рассказыватель ходит по офису, по арене. Вот где они... А, они в отеле же играют, да? Если я ничего не путаю. Не, ну вот же они. Нам же камеры показывают. Ну, я имею в виду, но просто я не помню, где-то читал, что они играют в Вен-отеле. Все, все. Может быть, может быть. Да, то есть, до этого они играли на ESL-арене вот этой вот все стадии, а в этот раз нет. Это все может быть. Видимо, есть такая специальность. Анекдота-раскащик. Нанимает себе шутника в команду. Да. А, кстати, анекдот. Так, ну у нас банан. Ох, дерзко на флай. Тиммейт ничем не мог помочь. Тут смачок лежал. Выключают из борьбы Кейт Марковича. Ну, добиваются хорошего преимущества на старте. Загодя. Так, Элидж. Перестреливает церк Нитра. Причем делал такой не самый очевидный выпад, к которому Нитр должен был быть готов. Ну, и в целом, может, ситуация 5 в 3 для Team Liquid. И надо проявлять агрессию, чтобы сравнивать преимущества. Против ЕГЭ. Три банана, даже четыре они будут выходить. Но Стюи принимает голову одного, забирает еще и Станислава. А вот против Бризи не решается. Поменял правила игры. Вот тиммейт потерял Загодя, но сам справился. Два минуса от Стюи Тукея. И мы сейчас посмотрим кровожадную развязку. Опять же, 40 секунд не так много времени для того, чтобы здесь выбирать какие-то ходы и подходы и подступы к точкам. Поэтому принимается скоропалительное решение выходить на базу Б. Отличный хэшот при фаером от Бриза. И точка занята. Слишком далеко Элиш находился от своего тиммейта. И сейчас Бризе без проблем не справляется. Ну, не поверили, видишь. Не поверили, что это будет база Б. А теперь приходится и вообще от нее отказываться. Забыть как приемного ребенка. Это точка. Тем более, что Твитс вообще один. Так, ну и Твитс 4.950 имеет. Плюс 1400 еще насыпет. АВИК тем более можно подсейвить. Для Нитро. И закупка должна быть более чем полноценной. Ликвид. Все нормально. Раздропать можно будет? Вовремя сориентировались. ЕГЭ. Тем более, я не знаю, вот в такие ответственные моменты. Настолько дерзко пытался играть на флай. Мы не успели заметить. Возможно, там какая-то придумка была. Ну, придумка точно была. Флешка была под нее, конечно, на флай пикал. Но, по-моему, никто не в бланде был. Никто особо не удивился такому дефолтному моменту. И, в общем, только все были у ЕГЭ рады. Когда не нужно долго придумывать, да, выуживать там опорников с плента и долго их перестреливать. А просто они идут к тебе в цепкие лапы сами. И ты начинаешь с большинства. Заранее. Ну и восьмой. Для ЕГЭ. Так, по закупке у Тимликвид. Что у нас имеется? Нав. Я думаю, приобретет себе еще один навик, даже берет. То есть два ВП. С таким сетапом вроде бы защиты от Тимликвид еще особо не наблюдали. Поэтому посмотрим, как эти снайперские девайсы будут работать. По карте. Так, ну и там две снайперские винтовки. Контраргумент в руках у Ликвид, которые... Ну вот видишь, и сразу, и моментальное изменение просто правил. Пассивная защита мгновенно. По крайней мере, да, глубокие гранаты не тратятся ни за одной из точек. Здесь все. Очень Бриза, кстати, был, чтобы Бриза прошить. Элитж знает еще что-то. О некоторых точках, которые в хаосе прошиваются. Ну и Элитж демонстрирует всем своим видом, что у них тут пистолетный форсбай. Не палит свой девайс. Такой майндгеймс. Ну и вот смотри. И вот теперь насколько более сложно ЕГЭ еще и с первой потери. На флай отстреливает. Вот, вот истина в его действиях. Первый минус есть, уходит в точку. Никак этому воспрепятствовать ЕГЭ не могут. И вот такие, на самом деле, минимальные гранаты им приходится еще... Ну придется, точнее, вскрывать. Тут особо ничего не осталось на эту раскидку. Поэтому приходится идти до контакта. Станислав на стрие. Тут трое. 30 секунд. И твит вместе с нитро. Дорабатывают, да. 15 грамм. Матчпоинт. Матчпоинт, друзья, для Team Liquid. Додушивают они потихонечку эту вторую половину. И команду ЕГЭ вместе с ней. И находятся вообще в шаге от того, чтобы уже выходить в финал своей группы. И точно оказаться в плей-оффе. Ну и там будет понятно. Из этого финала окажутся они в полуфинале или в четвертфинале. Но точно на арену попадут. Только один раунд отделяет. Так, а с кем они встречаться будут в верхней сетке? G2. Матч тоже будет. Особые любители американских дерби. Но G2 это прям... Самый сок, да? Самый сок. Будет G2, потому что вдохновенно сегодня играли. Так, красиво после столь обидного поражения на Дасте вернулись по итогу и победили. 2-1. Ну и, друзья, возможно, один из последних раундов, либо последний мы смотрим в данный момент. 24-й. По девайсам у Evil Genius все весьма скуденько. Ну и Team Liquid. Надо уже, наверное, добивать ради нового зверя. Потому что с каждым раундом EG будут все больше и больше верить в свой камбэк. А чего допускать жидким нельзя. Не, ну много противоядий у Liquid. Это видно. Даже местами, знаешь, видно, что... Как бы могут лучше, но... Просто вот отпускают ситуацию. Тот же самый момент, там, пик на флая. То есть, когда надо, они раунд берут. Прямо когда очень сильно хочется. Ну терзают этим самым соперника. Вроде самые EG верят в собственные силы, а потом их резко обрубают. Так, ну у нас занятие ребер. По крайней мере попытка изначальная законтролировать их. Ну и Церк вместе со своим коллективом будут выходить под Эллиджа. Замечают уже его в бланде. Он находится, ну буквально чуть-чуть не хватает. Врезался, что ли? 17 хп, да у него остается и практически делает убийство. Еще по итогу 5 хп Станиславу оставляет. Ну и Стьюит окей. Не справился, не справился Эллидж с управлением немножечко. Слушай, неплохой выход для EG планируется. Ну, сейчас увидим. Зажимание базы B. Тут номер 7 как бы подозревает Стьюи о заходе. На КТ его не прочекали. Он игнорирует. Ну там должен тиммейт справляться, но тиммейта уже нет. Его самого тоже нет. Все. С базы B покончено. Как и с раундом, 10-й для EG. Один матчпоинт они отыгрывают. Комментаторы. Алло, где Симпл? Он же в Ликвид был. Даже не знаю, что ответит. Ты, наверное, за КС не следишь уже года 3. Троллинг только что случился. Комментаторы. А я повелся. Эх. Наивный. Нет. Так, 9-15, друзья. 6 маппоинтов остается для защиты. Так, ну, раунд промедления, по идее, мы увидим. Здесь никакой закупки. Такой преднамеренной нет. Чуть более там 2000. У кого как осталось. Даже 3. У Твиста еще и Скаут на руках. В общем, на этот раунд, скорее всего, особо не рассчитывают. Ну, а вот если его выиграют, то это будет прям классовая похороночка. Ну, такого допускать ЕГЭ, я думаю... Не должны, как минимум. Твист попадает в Фабризи, а вот второй... Доедать, доедать! Нитро пошел на убийство, второй не чекает. Нет, все-таки вертуху повесил. Да, и Станислава. Стюйт так же добирает. Ну, и 10-й раунд ЕГЭ должны забирать без особых проблем. Бобма, правда, пока что даже не подобрана. Церк опускает ее около мида. Ну, было и было. Раунд такой. Проходной, проходной. Да, Ликвид отдали, возможно, обсудили более тактические свои действия. Ну, и на следующий раунд вновь будет появляться два авика. Скорее всего, для Нафа и для Нитро, конечно же. Ну, и Нафа может еще поработать в этом раунде. Но нет, Станислав без проблем в его контроле. Друзья, бомба будет устанавливаться. И 25-й раунд уходит в Саиде. Как Твиста ищет с уважением Станислав. Боится, боится. Ну, не боится, но вдруг что? Как говорится. Ну, тут 9% здоровья. Хэдшот ловит, смог дифуз, до свидания. Всякое может быть. Да, да, такое бывало неоднократно. Недисциплинированность приводит к эксцессам, к инцидентам неприятным. Поэтому Станиславу... Кому же и как не Станиславу об этом знать на опыте? Ну, Твист никуда не пойдет. Тут кровожадно пристроился в яме. Тайскаут, я думаю, он выбрасывать будет по началу раунда. Не, ну, он имеет всегда возможность подстричь кого-то. То есть уничтожить еще какую-то толику души, я не знаю, нервов там. В команде ЕГЭ. Но никто на сейф в его направлении не идет. Все нормально. 10-15. Второй авик для нафа не появляется, то есть только нитро. И тот не факт, что будет приобретать, поскольку там 5-150 имеется на руках. И да, решает приобрести себе кольт, плюс побольше раскидки. Что, наверное, и правильно. Ох, ну посмотрим, что сейчас будет. Прям мне уже становится интересно, вот доиграются или не доиграются ликвиды до овертаймов. Ну, 15-10. Еще один матч-поинт от Игран ЕГЭ. Правда, против раунда, в котором особо бороться было нечем. Претензия на банан. Мы видели такие уже приключения от ликвидов. А здесь хорошая флешка. Молик, без разницы, оставили одного и в одиночестве. Просто один дома был Итан. Церк спасается бегством. В упоре ему савиком делать абсолютно нечего. Стуит окей. Почти промутился. Ну вот принимает решение в данный момент, идти дальше или нет. Флешка. Теперь уже под контролем. Флешка от Нафа. Разминулись. Отлично залетает. Стюи. Контролит еще и Станислава. А вот против Церка до конца не доработал. Но все-таки есть фраг по нему. Трипл килл для Стюи. И он, видимо, решил в соло завершить данный раунд. Но Бриз его по итогу успокаивает. Друзья, 2 в 4. Тарик и Бриз. Единственная надежда еще Evil Geniuses за борьбу в этом матче. Вот, я не знаю, видишь, когда очень хочется, ликвиды прям могут делать легко раунд. Хорошая придумка, хорошая идея. Тарабанили на банане. Они как на раз-два просто справились со всей этой комбинацией. И посеяли небольшую панику в рядах Evil Geniuses. И по итогу они остаются в супер неприятном меньшинстве для себя. Запасом по времени. Но подставляться теперь у ликвидов никто не будет. Это их классическая и рабочая схема. Точечный выпад. Нужного добились. И ушли в глухую оборону. Все. Твиста никто не чекает. Остается последний Бриз. На растерзание. Или герой. 9 хп у него. Твист не прощает, друзья. И победа команды Team Liquid. Наверное, могли еще и на нюке подобную победу себе оформить. Мы поздравляем жидких лошадок. Мы их точно увидим с подокорения. Узнаем же тайну этой формы. Возможно, что-то интересное они нам преподнесут. Какие-то еще аксессуары. Фишечки какие-то. Дополнения к этому мерчу подъедут. А пока они точно завтра встретятся. В G2. Либо послезавтра. Это неизвестно пока что. Ну, завтра. Завтра я, по-моему, видел матч. Завтра завтра. Последний матч дня будет. Да, все верно. Друзья, по расписанию. Смотрите, что у нас на завтра. 100 воров открывающий матч против... ЕГЭ, как раз-таки проигравшего этой пары. Параллельно этому... Вот и сеточка, да. Вот и сеточка, да, подъезжает. Ну, я по расписанию. Именно сеточку вы видите на ваших экранах. Mad Lions и MoSports. Это также утренний матч. Вторыми будут встречаться Astralis против Natic. Параллельно им Nats, Wincer и Face. Скорее всего, это будет на первой линейке. С аналитикой. Все, как мы любим. Про Na'Vi расскажут. Na'Vi покажут. И Na'Vi завтра удача. Единственная СНГ-команда, которая осталась. Ну и в заключение дня G2 против Liquid и... Ну и вот я не понимаю, что еще за матч. Na'Vi фейс. Ну, финал. Финал там должен быть. Астралис и Фанатик. Да, финал группы B на нижней сетке. Natic, Астралис у нас в 16.30 по Киеву, в 17.30 по Москве. Друзья, опять же, вот не дня без сочных матчей. И я не знаю, я не знаю, просто тут силы нужны нашим зрителям для того, чтобы за всем уследить. Естественно, им нужно не болеть же. Нет, друзья, как раз таки вам нужно сделать ставочки на GGB, а все потому, что у них лучшие матчи, лучшие линии, самые высокие коэффициенты и самые быстрые.